Мне нужно подать декларацию на получение социального налогового вычета по медицине. Отсюда я хотела бы запомнить, подать декларацию 3НДФЛ в электронном виде. Все хорошо. Значит, мы с вами вводим логин и пароль. 20 минут свободного времени и пенсионерка Галина Егоровна с помощью администратора инспекции заполнила и отправила социальный налоговый вычет за лечение. Такой сектор самообслуживания заработал накануне. Его создали для того, чтобы горожане и индивидуальные предприниматели научились свободно ориентироваться в электронных сервисах налоговой службы. Проанализировав немножечко наших налогоплательщиков, их поведение, мы увидели, что существует определенный страх перед этими сервисами. Люди где-то не могут, где-то боятся, где-то не хотят попробовать этого. И тогда родилась просто идея поучить наших налогоплательщиков пользоваться электронными сервисами. В операционном зале самообслуживания 4 компьютера, принтер, сканер и даже детский уголок. Если при подаче декларации налогоплательщику понадобится помощь, ее, уверяют сотрудники УФНС, обязательно окажет администратор. Он поможет разобраться и исправить ошибки. В сектор самообслуживания могут обратиться налогоплательщики помощь в заполнении декларации 3 НДПЛ, возврат за лечение, за приобретение квартиры, инвестиционный вычет, также страхование жизни. Также заявить о своем доходе с продажи имущества. Сегодня налоговая служба представляет больше 70 интерактивных услуг и сервисов. Из них 11 ориентированы на бизнес-среду, 34 под нужды и запросы конкретных пользователей. Вход в операционный зал самообслуживания свободный, предварительно записываться не нужно. Также в ведомстве отметили, что новая услуга, которая частично разгрузит налоговиков от работы с бумажными декларациями, никак не повлияет на сокращение штата. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком.